Всем привет, ребята! Я прошу прощения, что немножко поздно делаю разбор. Я еще только приболел, загрипповал и поэтому не было просто даже физической силы делать что-то разборы. Я собрал в папочку видео и папочку фото все работы, которые были присланы. Начну я тогда разбор с фото и сделаю два отдельных видео и по фото и по видео. Это первое видео будет по фото. Так, давайте откроем фото ДЗ. Два снимка здесь есть. Такое и такое. Хороший портрет продавца, очень эмоциональный, говорящий, где человек находится, чем он занимается, какие эмоции от этого испытывает. Но вот это фото мне нравится больше, чем это. Здесь, во-первых, здесь у него лицо немножко грустное, а во-вторых, здесь второе лицо залезло у нас в кадр. И, в общем, предыдущий кадр он сразу цепляет с каким-то взглядом его эмоциям. По композиции, в принципе, все здесь нормально. Давайте начнем с этого. Что здесь? Мне очень нравится это дерево. Единственное, что я бы вот верхнюю часть, вот эту часть, вот эту часть, еще бы открыл побольше. Долго воздуха над этим всем делом, чтобы дерево было видно, где находится. А так, достаточно интересный кадр. Он мне нравится с точки зрения тональности. Коричневый и красный цвет хорошо сочетается. Здесь та же самая площадь. Опять-таки, вот посмотрите, что здесь смущает меня очень лично. Меня смущает здесь вот эти люди, а именно то, что у них ноги обрезаны. Нужно было их снять, вот как вот эту девушку хотя бы. Либо, чтобы она была полностью ногами. Оставить вот такое вот расстояние между краем кадра и их ногами. То есть, взять чуть общее. И тогда бы у вас и дерево поместилось здесь более общим планом. И все остальное. Часы. Ну, сразу скажу, что вот этот кадр мне нравится гораздо более, чем предыдущий, потому что здесь часы завалены. Это раз. И они не совсем четкие. А вот здесь прям четкий кадр. Часы так массивно заполнили весь кадр. И давит психологически. И, не знаю, мне это нравится. Хорошо. Здесь опять-таки проблема в том, что срезали вот шпины. Либо бы оставить пустоту такую воздуха. И дышал бы кадр. А сейчас он немножко ограничен. Здесь. Здесь вот площадь та же самая площадь, только с другого ракурса. Очень хорошо, что была попытка найти разные точки съемки. Здесь, так как фокус на камере был сконцентрирован на ветках, то получается, что главное в этом кадре у вас вышли ветки. Что я бы сделал тут по-другому? Я бы чуть-чуть сместился бы вот сюда бы сместился. И тогда бы у нас вот этот шар оказался бы где-то вот тут. И он бы за счет того, что он темный и красный, он бы контрастом вот здесь бы вписался. А здесь было бы вот это здание. Было бы очень хорошо, клево бы смотрелось. Вот там, там, там. Здесь то же самое. Опять-таки проблема в том, что подрезали и вверху... И вверху... А, нет, вот здесь есть шпиль немножко торчит. Но вот здесь не хватает внизу вот эти люди, они сильно обрезаны. Этот столб тоже как-то неоткуда растет получается. И я бы все-таки вот это здание немножко вот так сместил сюда. Оно было бы, во-первых, не совсем в центре, а вот тут бы располагалось. А вот эту часть большую заняло бы вот у вас это дерево. И оно бы как обрамляло было бы достаточно очень интересно смотрелось. Вот с этой девушкой, там я сразу покажу. Раз кадр, два кадр, три, четыре, пять, шесть. Из шести кадров вот этот кадр единственное, где она оказалась в фокусе. Посмотрите еще раз. Фокуса на ней нет. Здесь тоже нет. Здесь нет. Здесь тоже нет фокуса. Вот здесь фокус на ней поймался. Хорошо. Этот кадр очень интересный получился. Единственное, я бы его сместил бы. Границу кадра бы сделал вот тут. А здесь бы отставил воздуха побольше бы. Вот тут воздух. Вот здесь бы. Тогда получилось, что немножко такой кадр об одиночестве. С бездомным не этот. Вот этот более-менее здесь кадр понятен. И, но так как вот этот кадр не в фокусе, и у нас, я догадываюсь просто о том, что вот этот мальчик думает, глядя на его, может, он и на него смотрит. Непонятно. Очень странные фотографии. Так, что он мне предлагает? Неф, какой-то неф. Ну ладно, это не то. Хорошо. Саксофонист у нас есть несколько вариантов. Раз, два, три, четыре. Вот, смотрите, на этих снимках вот этот кадр не очень непонятно о чем он. Вот эта женщина просто, она сбивает с толку. Здесь тоже. Вот здесь понятно, что он собирает деньги за счет того, что мы видим здесь его сумку. Но вот эта машина на переднем плане меня напрягает очень сильно. А вот это хороший фон у него здесь получился. Я, не знаю, я бы попробовал, может быть, откадрировать как-то, что ли, этот, вот так, если бы сделать, смотрите, то есть, если бы сделать кадр вот такой, Потому что здесь очень интересный фон, вот тут, и этот дядька классный. Он был бы более стройный, этот кадр. Такси у нас тут есть, такси. Здесь за счет того, что очень много пестроты, много мелких деталей в кадре на общем плане, не сразу, не сразу все улавливаешь, нужно очень долго вглядываться. Вот здесь прям машинка заявилась хорошо. Вот тут люди отошли, она стала в центре, но вот здесь нормально, все. Здесь вот из всех снимков, вот этот больше всего мне понравился. И вот этот тоже. Ну, здесь, во-первых, все подрезали здесь, смотрите, и спереди, и сзади. Все посрезали у машины, этого делать нельзя, ребят. Трамвай мне очень понравился, хороший кадр здесь, все очень четко, все понятно. Остановка, люди стоят, трамвай, даже надпись вот здесь попала, все хорошо. Здесь опять срезана морда трамвая, и кадр потерял свою стройность. Вот хороший кадр тоже. И вот этот. Но вот этот мне нравится больше, чем вот этот. Потому что здесь я вижу рельсы вот этим внизу, и он более атмосферный за счет того, что наоборот он более темный, чем вот этот получился. Более настроенческий. Вот этот кадр очень хороший тоже. Дядька с белой одеждой на фоне, там более-менее серой темной массы, хорошо выделяется. Контраст. Классный кадр. Здесь фокуса нет на нем четкого. Так, давайте другим работам приступим. Я не выделяю сейчас работы поименно, поэтому я думаю, что смотрите, как есть. То, что прислала, я буду просто комментировать, не вдаваясь в подробности, чьи это фотографии. Непонятно, о чем этот кадр сделал. Что здесь я должен понять? О том, что человек сидел в машине. Почему он сидел в машине? Почему фотограф сидит в машине? Что тут важно? Этот знак, эти высоковольтные линии или вот эта машина? Здесь то же самое. О чем этот кадр? Почему бы вам во время съемок не выйти из машины? Ребят, чтобы было сложного, открыть дверь, подойти, поставить, например, камеру прямо вот здесь, у кромки земли и вот этой воды. Сделать кадр. У вас бы тогда вода была бы очень рядом. Кадр был бы более эффектный. Не бойтесь подходить к объектам. Здесь то, что грязь, атмосфера этого района, ну, может быть, да, она передана. Здесь вот, я так понимаю, что этот кадр был сделан, чтобы показать, что здесь грязно. Да, я это увидел. Вот здесь непонятно, что. Так, мне надо WhatsApp включить, чтобы уведомления не шли. Здесь тоже непонятный кадр. А, вот здесь видим акцент. Но опять-таки с машины. Почему с машины? Не ясно. Если дымит труба, давайте мы подойдем как-то, не знаю, ближе. Возможно, что это было снято со смартфона, я не знаю. Но если сделать этот кадр хотя бы вот таким, да, и он будет более стройно выглядеть. Посмотрите. Здесь уже акценты мы четко все расставили. О чем этот кадр? Вот так, если так сделать. Так, поехали дальше. Ну, эти тоже непонятно что. Портрет. Хороший портрет с точки зрения атмосферы. Ну, вообще Индия. Страна очень колоритная. Там можно делать очень эффектные кадры. Портрет хороший. Находится не совсем в центре. Немножко сдвинут. И это правильно. Потому что, если отвернуться и сразу посмотреть, я цепляю взглядом взгляд этого человека. Хороший кадр. А что еще? У него есть какой-то бэкграунд, да? Фон. Что здесь какая-то история его семьи, либо его самого. Вот здесь, посмотрите, над ним полка висит. Ну, очень атмосферная фотография. Настроенческая, хорошая. Здесь тоже есть настроение. Дядьки что-то обсуждают. Единственное, вот здесь я бы дал чуть воздуха, где ноги у него. И вот эти ножки, торчащие из головы, нехорошо смотрятся. Вот этот кадр. Он интересен с точки зрения того, что он разделен здесь пополам по кадру. Здесь идет толпа какая-то людей. Здесь у нас их мало. Здесь какая-то, не знаю, что это. Но, вы смотрите, достаточно интересно. Я бы единственное здесь дал бы все-таки, наверное, пониже ракурс, чтобы вот этого неба оставить чуть поменьше. Вот здесь кадр. Хороший кадр с точки зрения композиции. Только вот дерево бы не срезать. Если бы вы дали полностью дерево в кадре, ничего страшного бы не случилось. Можно было немножко присесть. Сейчас вот этот кадр снимался стоян. Просто когда стояли на уровне своего роста. Если бы мы присели на корточке вот здесь, то чуть-чуть получу бы камеру вверх подняли. У нас бы человек примерно такого бы роста был. Даже чуть больше. Но мы захватили бы дерево. И он, мне кажется, был бы более эффектным. Здесь, на этом кадре, нету четкого фокуса, именно технического фокуса. На что? На что? Что здесь происходит? Неясно. Очень плохо то, что срезана голова мальчика. Очень плохо. Почему? Потому что на фоне этого красно-белого пятна он стоит в один голубой майке. И он сразу же привлекает к себе внимание. И он срезан. Здесь хорошая фотография с точки зрения как узор. Очень много всего-всего-всего. И ты разглядываешься, сидишься. Неплохой портрет деда. Хороший снимок. А вот здесь. Это, я не знаю, это, скорее всего, наверное, репортаж и жанр, да? Не портрет, потому что портрету это не отнести. Вот здесь. Вот этот кадр более эмоционален, чем вот этот. Так как здесь, я не знаю, я вижу, у меня какие-то сомнения на лице. Тут очень много воздуха оставили над головой. Вот здесь просто безумное количество воздуха. Его можно было бы меньше сделать. И ноги вот тут срезали. Так, как мне тут выйти? С полноразмерного режима. Здесь, опять-таки, очень много пространства. Вот тут я бы эту девушку просто поставил бы по кадру здесь и пианино бы открыл, да? Или фортепиано. То есть, тогда бы картинка была более интересная. Важная и главная ошибка всех предыдущих и последующих фотографий, то, что ноги срезаны у всех. И тут ноги срезаны. И здесь ноги срезаны. Здесь не срезаны, но вот здесь много пустоты осталось. Вот без микрофона лучше смотрится. Все с одного ракурса сняты. Не очень хорошо, ребята. Вот до следующего кадра я не понимал, а что это здесь. А вот здесь, вот тут уже понятно, что происходит. Вот этот кадр мне нравится с точки зрения цвета и тональности. Здесь черные силуэты зрителей. Человек в черном. Фортепиано черное. И все это черное на фоне бледно-желтого. Хорошо смотрится, да. И здесь обрамление есть из теней прям. И сразу передает атмосферу, что это какой-то концерт. Вот эта фотография самая лучшая из всех, что была. Если говорить о таких портретах, здесь, во-первых, много всего срезали по локтям. Вот, видите, вот здесь локти срезаны. У девушки в красном. Оставили много воздуха над головой. И там, и тут. И получается они внизу. Здесь, ну и нормально фотографии, да. Тоже нормально. Здесь ноги посрезали этим людям. Мне сложно такие вещи комментировать, потому что это стандартные обыденные снимки. Но здесь единственное воздух чуть больше. Такие свадебные. Свадебно-праздничные, я бы сказал. Что вот здесь происходит? Какой-то концерт, я так думаю, да. Ну вот здесь, опять-таки, ноги посрезали. Здесь надпись непонятно о чем. Вот здесь какая-то аппаратура, человек, все очень грязный кадр. Вот эта фотография меня очень удивила. Что это за снимок? Мостик через овраг. Если бы не было подписи, я бы не понимал вообще, что это. Ни о чем снимок. Хороший портрет. Очень такой... Подретушированный, конечно. Зря сделано было рету. Что взяли маску, вот здесь края выделили и заплюрили фон, чтобы создать глубину кадра. Но это сразу выкупается. Не делайте, пожалуйста, так. Он без этого был бы очень, достаточно хороший. Человек выразительный. Умное лицо, хороший человек, хорошие кадры. Здесь пересвечен и непонятно, что они смотрят. Да, это хороший портрет. Только вот человека бы убрать вот здесь и было бы замечательно все. Здесь фокуса нет резкости ни на чем. И непонятно, что происходит. Так, ну вот по фото это все. Что могу сказать в целом, ребят? Я, честно скажу, ожидал чуть-чуть лучшего результата. Но возможно, что я сильно, сильно, сильно много чего ждал. В целом, в среднем, да, хорошие есть кадры. Есть над чем работать дальше. Если кому-то вдруг захочется продолжать это дело. и кому-то захочется дальше получать фидбэки по своим работам, то, пожалуйста, присылайте фотографии на мою почту. Я буду их отсматривать, комментировать. Это я готов. Сейчас это видео я заканчиваю. Следующее будет у меня про видео задания.